Девушки отдыхают Хитростью и физической силой Это битва разных типов эволюционного поведения и биомеханики Показанная глазами самого хищника Суперхищники Полярный медведь В этот зимний день в замерзшей Арктике Белый медведь добыл себе кольчатую нерпу Но не только благодаря своим смертоносным зубам и когтям А при помощи терпения Он оставался неподвижным в течение двух часов И ждал, пока нерпа высунет голову из отдушины во льду Все это время медведю приходилось переносить температуру в минус 40 градусов И ветер скоростью 120 километров в час Однако этот медведь обладает уникальными способностями выживать И даже процветать в самых холодных условиях нашей планеты Он настолько хорошо защищен, что практически не излучает тепла Вся тепловая энергия надежно заперта внутри его тела И это защищает его от суровой арктической погоды Он генетически снабжен несколькими слоями сложной защиты Внутри его защищает 10-сантиметровая прослойка жира Результат поедания сотен богатых жиром тюленей Жир покрывает толстая шкура С удивительной генетической особенностью Кожа медведя не белая, а черная Что позволяет ей поглощать солнечную энергию, производя тепло Поверх шкуры расположен слой короткой плотной шерсти Подобно плотному свитеру она сохраняет и поддерживает тепло в теле медведя И завершает систему защиты идеальная зимняя шуба 12 сантиметров густого внешнего меха, который абсолютно не пропускает воду Из своей добычи медведь должен получить как можно больше питательных веществ Поэтому он сразу принимается за жир из тела нерпы Который будет преобразован в огромные запасы энергии Только в жировой прослойке в теле взрослой нерпы содержится 100 тысяч калорий А при длине в 2,5 метра и весе превышающем 500 килограммов Этому белому медведю нужно потреблять в среднем 16 тысяч калорий в день Это больше, чем человеку требуется в неделю Медведю нужно съедать нерпу в среднем раз в 5 дней Чтобы скопить достаточно жира для нормальной жизнедеятельности в течение года Таким образом, даже если он съест из этой нерпы весь жир до последней капли До конца недели ему придется охотиться еще раз Чтобы запасы энергии не иссякли Следующие несколько дней этот медведь бродит по замерзшим землям В поисках новой добычи Но в обширных пределах Северного полярного круга На квадратный километр приходится всего 2,5 кольчатые нерпы Это все равно, что искать 23 нерпы на всей территории острова Манхэттен И что еще хуже Даже если он находит одну От добычи его обычно отделяет слой непроницаемого льда толщиной в метр А подо льдом эта нерпа может плавать вокруг медведя кругами Она мудро проводит 90% своей жизни под водой Однако кольчатые нерпы млекопитающие А млекопитающим нужно подниматься на поверхность, чтобы дышать Поэтому каждый драгоценный глоток воздуха может привести к смерти Но у нерпы есть преимущество Медведь не знает, где она вынырнет Он в состоянии сторожить лишь одну отдушину во льду А на площади в 2,5 квадратных километра Нерпа может использовать до 12 разных отдушин Она не дышит через одну и ту же отдушину каждый раз, когда ей нужен воздух Что заставляет медведя выбирать наугад Это своего рода русская рулетка Когда поднимаясь за глотком воздуха Нерпа каждый раз в буквальном смысле рискует жизнью И вот этот медведь в очередной раз уже 2 часа ждет у отдушины Пытаясь угадать, где же появится нерпа Лучшая тактика просто затаиться и ждать, когда появится нерпа Не двигаться, не царапать лед Ничего такого Это называется тихой охотой Ему нужно оставаться абсолютно неподвижным Малейшая смена позы создает вибрации во льду Которые передаются в воду И где они попадают На вибрисы Или усы нерпа На них в 10 раз больше нервных волокон, чем на усах кошки Это дает нерпе удивительную способность чувствовать присутствие медведя Даже не видя его Эта кольчатая нерпа провела подо льдом, не дыша уже 10 минут Она ищет отдушину, чтобы подняться за глотком воздуха У отдушины на поверхности ждет белый медведь Со временем его последней трапезы прошла уже почти неделя Он ошибался с отдушинами и проигрывал нерпе в этой своеобразной игре Его тело начинает работать на собственных жировых запасах Скоро начнутся скудные на добычу летние месяцы Если этот белый медведь упустит слишком много возможностей, он просто не выживет Для медведя это непросто В 90 случаях из 100, приходя к отдушине, он уходит ни с чем Но в оставшихся 10 случаях ему достается нерпа И это стоит того, чтобы ждать Потому что одна нерпа обеспечит его жиром на целую неделю Но для ошибок нет времени Когда нерпа поднимается за воздухом, он может поймать ее через узкое отверстие во льду Ему нужно отреагировать мгновенно Сразу же, как только нос нерпы появится из воды Он знает, что тихий звук, предшествующий появлению нерпы Означает, что у него есть 70 миллисекунд, чтобы ее схватить Наконец, белый медведь делает бросок Но добыча от него уходит Он все сделал правильно Выбрал нужные отверстия Терпеливо и неподвижно ждал Отреагировал в 4 раза быстрее, чем человек успел бы моргнуть Почему же нерпа от него ушла? Потому что скорость реакции не имеет значения, если отдушина пуста В этой эволюционной битве за выживание Нерпа выработала тактику, которая оборачивает необыкновенную реакцию медведя против него самого Она останавливается рядом с отдушиной и выпускает на поверхность пузырьки воздуха Они обманывают медведя и заставляют его выдать свое местоположение За долю секунды она понимает, что это отдушина опасно и немедленно уплывает Нерпа одержала победу, но опасность по-прежнему ей угрожает Она так и не добралась до воздуха и потратила много энергии на спасение Теперь ее запасы кислорода опустились до критически низкого уровня Ей нужно найти доступ к воздуху Нерпы хорошо умеют находить отдушину, но бывает и так, что поблизости нет ни одного отверстия И в этом случае у нерпы могут быть неприятности В высоких широтах Арктики вода замерзает быстрее, чем где бы то ни было на Земле При температуре в минус 40 градусов жидкость быстро затвердевает Нерпа возвращается к одной из своих отдушин, но та уже замерзла Лед, который защищает от белого медведя, запер ее под водой А поскольку она может удерживать дыхание еще всего одну минуту У нее нет времени доплыть до других отдушин Ее единственный шанс вернуться на место преступления К отдушине, где она только что обвела вокруг пальца белого медведя Выбор у нерпы незавидный Умереть от нехватки кислорода Или погибнуть в пасти белого медведя Нерпе повезло Белый медведь оставил эту отдушину И ушел в поисках другой добычи, чтобы удовлетворить свое растущее чувство голода С потерей добычи он продолжает терять и драгоценные запасы калорий Необходимые ему, чтобы выжить в скудные на добычу летние месяцы Он проходит много километров Не встречая на своем пути никаких признаков жизни Только если сильный ветер перемещает с места на место массы снега Здесь можно что-то услышать А обычно все время тихо Ветер не находит препятствий на своем пути И мертвая тишина может стоять на протяжении многих дней В этой зловещей тишине звук распространяется на огромные расстояния Внимание медведя привлекает отдаленный шум Наконец он видит, кто издавал эти звуки Это еще один медведь Самка При других обстоятельствах он не обратил бы на нее большого внимания Особенно испытывает такой сильный голод Но сейчас весна Период спаривания белых медведей И ему нужно добиться ее Но когда он уже готов овладеть ее Появляется другой самец И вызывает его на схватку За право спариться с самкой Яростные борцы способны разорвать друг друга на части На каждой лапе у них по пять острых, как бритва, когтей длиной в 10 и толщиной в 3 сантиметра Такими когтями они могут буквально вырывать из противника куски плоти Но если медведи получат ранение, их способности к охоте ослабеют Это означает, что они могут легко умереть от голода Так что эта схватка больше, чем просто запугивание противника На их мощных челюстях расположены 42 зуба с зазубринами Сила укуса белого медведя составляет более 200 килограммов Это сильнее, чем укус льва Однако сейчас они используют лишь часть этой силы А сила их удара может превышать 1900 килограммов С такой силой автомобиль на скорости 65 километров в час врезается в стену Однако эта схватка больше похожа на рейслинг, чем на столкновение на большой скорости Противник напуган размерами зубов и когтей нашего самца И покоряется его силе Теперь, когда власть над самкой установлена Наш медведь остается с ней И они спариваются в течение недели У самца и самки начинается период спаривания, однако длится он недолго Возможно, просто потому, что вместе им будет сложно выжить Еды так мало, что каждому медведю нужна достаточно обширная территория для охоты Чтобы выжить И так, после случки они расходятся в разные стороны Чтобы продолжить свои одинокие походы по Арктике в поисках пищи Он удовлетворил свой первичный инстинкт к размножению Но битва за самку стоила ему энергии, которую он не может позволить себе потерять Его жировые запасы сокращаются Он сжигает тысячи калорий в день, ничего при этом не потребляя И что еще хуже, приближается лето Когда тает больше половины арктических льдов общей площадью в 15 миллионов квадратных километров Земля, на которой медведь охотился зимой, буквально уходит у него из-под ног Летом шансы поймать нерпу значительно сокращаются Нерпы в воде плавают вокруг, но они недоступны для медведей Так что для последних это трудное время Его мучает голод Он рыщет по продуваемому всеми ветрами побережью в поисках пищи Но не может найти ничего, что поддержало бы его силы Он слишком ослаб для охоты Ему придется провести лето, перебиваясь мелкой добычей Такой, как яйца и водоросли Пытаясь сохранить остатки энергии Когда, наконец, приходит зима И моря снова замерзают Его запасы энергии исчерпаны Он потерял 250 килограммов веса и почти 10 сантиметров жировой прослойки Он так отощал, что теперь замерзает в среде, в которой некогда властвовал Он даже не может найти в себе силы для тихой охоты От острой нехватки жира и калорий Он умирает среди бескрайних арктических просторов Этот медведь проиграл главную битву своей жизни Но частичка его продолжает жить 8 месяцев назад он спарился с самкой И теперь, в 80 километрах к северу, вырытые в снегу берлоги, родились два его крошечных детеныша Они будут расти в берлоге в течение трех месяцев Пока достаточно не окрепнут для путешествий по Арктике В месяце предшествовавшее рождению медвежат, их маме приходилось убивать вдвое больше, чем средней самки Чтобы набрать дополнительные 200 килограммов, необходимые ей, чтобы успешно пережить период рождения потомства Но после 8 месяцев без еды, дополнительная жировая прослойка у матери заканчивается И теперь ей снова нужно переключиться с материнства на охоту И природа предоставляет ей обилие добычи Начался сезон деторождения у нерп Беременным самкам приходится оставлять безопасную подводную жизнь, чтобы принести потомство Если медведица не воспользуется этой возможностью увеличить свою жировую прослойку То, возможно, для выживания ей придется прибегнуть к жестокой крайней мере Съесть своих собственных детенышей Всего в километре от нее на лед вылезает беременная самка нерпы Несмотря на то, что вода больше ее не защищает, она инстинктивно знает, как дать себе и своему детенышу шанс выжить Кольчатые нерпы очень умны Они нашли способы выживать в Арктике Самка выбирается на поверхность через отдушину во льду Там, где отверстие достаточно занесено снегом И выкапывает хорошо защищенную пещеру, предназначенную для защиты от главной угрозы Нападение белого медведя Она начинает с одной центральной камеры для защиты себя и детеныша от внешней среды Хотя снаружи минус 26 градусов, в логове температура не опускается ниже нуля Но что более важно Нерпа хитрым образом вырывает несколько пещер Что повышает ее шансы на спасение Если белый медведь пробьет не ту камеру У нерпы будет возможность ускользнуть в море Нерпа скрывается под метровым слоем снега И полностью невидима для медведя Однако быть невидимым не значит быть неуязвимым Потому что медведица направляется прямо к ней Самка нерпы, выращивающая своего новорожденного детеныша Не подозревает, что медведица уже в километре от ее логова И приближается к ней Можно увидеть, как медведь поднимает нос И движется по запаху Сначала приходится несколько раз изменить направление Прежде чем окончательно выйти на след Ее ведет поразительное чувство обоняния Она словно захватывает запах И выслеживает его источник лучше, чем любое другое животное в мире Мембрана слизистой оболочки в ее носу в сто раз больше, чем у человека И снабжена миллиардом химорецепторов Каждый из которых настраивается на запахи подобно антенне И когда они возбуждаются Медведица может почуять запах нерпы на расстоянии более километра Даже когда та прячется под метровым слоем снега Она идет на запах нерпы С совершенством ищейки Однако ей нужно ступать очень легко Когда медведь разыскивает логово нерпы У него есть ограниченное количество времени Чтобы добраться до пещеры, проломить снег и схватить добычу Они двигаются очень тихо, почти бесшумно Но добравшись до логова Действуют достаточно быстро Медведь как можно быстрее пытается пробить стену пещеры Это игра в кошки-мышки Нерпа все время на чеку Она постоянно готова к возможному нападению хищника Белого медведя А медведь как можно дольше старается не выдавать своего присутствия В своей пещере под снегом Самка нерпа слышит малейший звук, вызванный движением наверху Она мгновенно отреагирует, как только почувствует опасность У них есть всего несколько секунд Самка будет действовать быстро И за это время успеет добраться до воды Но детеныш так быстро отреагировать не успеет Медведица приближается Но запах нерпы проник уже во все камеры пещеры И она не может установить точное местонахождение своей жертвы Поэтому ей приходится выбрать место И атаковать Медведица попадает не в ту камеру Обманутая сложной системой построения логова нерпы Состоящей из множества камер Бункер позволяет нерпе выиграть драгоценные секунды между жизнью и смертью Внезапно самке нерпу приходится принимать самое трудное решение в своей жизни Спастись самой Или защитить новорожденного детеныша Останься она И это станет самоубийством для них обоих И она оставляет детеныша Нам это может показаться жестоким Но с точки зрения эволюции Это абсолютно обоснованное поведение Возможно ее детеныш останется в живых И тогда она вернется И снова будет с ним Но в любом случае она останется жива И будет иметь возможность снова принести потомство Детеныш нерпы остается один Через мгновение Все окончено Быстрым ударом Медведица наконец добывает пропитание для своих медвежат К несчастью, этот детеныш слишком маленький Всего 9 килограммов Жира в нем явно недостаточно Возможно, она сожгла даже больше калорий, чем получила от пищи Для голодной белой медведицы Ее медвежат съесть детеныша нерпы Это все равно, что человеку сделать глоток воды После недели скитаний по пустыне Это, конечно, облегчение Но в данном случае для пропитания им нужно гораздо больше Ей нужно убить еще несколько десятков таких детенышей Чтобы только продержаться самой Не говоря уж о медвежатах Работы много И нет возможности допускать ошибки Если ее силы иссякнут Медвежата лишатся шанса выжить Чтобы не есть собственных детенышей Ей придется найти добычу крупнее Ее силы тают И она снова начинает поиск добычи В надежде, что где-то Среди этих обширных снежных просторов Скрывается ничего не подозревающее нерпа Мы можем наблюдать некоторые очень интересные механизмы адаптации Например, строительство пещер для деторождения Которые позволили нерпам Хорошо приспособиться к данной окружающей среде И присутствию в ней такого невероятного хищника, как белый медведь Медведица чует запах добычи И выслеживает нерпу в ее пещере Всего в нескольких метрах от нее В своем родильном логове Тихо лежит взрослая самка нерпы Медведица и ее медвежата Отчаянно нуждаются в калориях и жире этой самки Поэтому нужно передвигаться с крайней осторожностью Ведь в отличие от предыдущей нерпы с детенышем Эта самка не станет сомневаться И уйдет под воду сразу же, как только почувствует хищника Неопытные медвежата проявляют нетерпение И отпугивают нерпу Теперь медведица может только наблюдать за тем, как нерпа ныряет в свою отдушину во льду Такое отверстие ей не пролезть Однако медведица видит, что нерпа направляется к полынье И у нее все еще есть шанс поймать ее Если она сможет достичь цели раньше Ела медведица идеально подходит для бега по льду Даже на большой скорости На подушечках ее тяжелых лап сотни крошечных бугорков Которые впиваются в лед наподобие зубцов на цепях снегохода И придают ей прекрасное сцепление с поверхностью Далеко не все в животном царстве могут таким похвастаться Несмотря на массу тела в 270 килограммов Она бежит быстрее, чем плывет нерпа Но если она не обгонит ее у полыньи Нерпа может уйти в глубину Где поймать ее будет практически невозможно В режиме водной атаки Медведица плавает со скоростью 10 километров в час Она устремляется к своей жертве Но внезапно Нерпа ныряет в глубину И приводит в действие свой удивительный механизм адаптации Для сохранения энергии она сильно замедляет сердцебиение С 80 до 10 ударов в минуту При достижении большой глубины Температура ее тела падает до 4 градусов Однако жизненно важные органы остаются в тепле За счет того, что кровь отводится от конечностей К сердцу и головному мозгу Она ныряет почти на 50 метров И ее тело делает то, что быстро убило бы любое другое млекопитающее Ее легкие прекращают работать В ее организме предусмотрена возможность выпускания воздуха из легких Это предотвращает развитие так называемой кессонной болезни Когда при слишком глубоком погружении Или слишком резком подъеме В легких скапливаются опасные для жизни пузырьки азота Она ныряет в три раза глубже, чем это делают аквалангисты И остается на глубине примерно 20 минут К тому времени, когда она снова вынырнет на поверхность Белый медведь уже уйдет Упустив еще одну потенциальную добычу Медведица быстро теряет энергию Возможно, приближается момент, когда она перестанет защищать своих медвежат И съест их Но вот она начинает охоту на крупную добычу Она слышит отдаленный шум Слишком сильный, чтобы его могла издавать нерпа Вскоре она понимает, что прямо под ней Плавает настолько большая добыча Что она сможет обеспечить пропитанием себя и своих медвежат На весь оставшийся месяц 20 тонн китового мяса Стадо белух попало в ловушку И не может отплыть от полыньи Они не могут доплыть до открытого моря Потому что не умеют задерживать дыхание так надолго Они снова и снова выплывают на поверхность За глотком воздуха Они беззащитны Но при длине тела в 3,5 метра и весом в 1300 килограммов Может ли белуха стать добычей медведицы? Чтобы убить ее, медведицы нужно вытащить ее на лед И вспороть ей брюхо А на это может уйти весь остаток сил Внутренности китов полны жира и калорий Но медведице нужно решить Стоит ли доводить до предела свое И без того ослабленное тело Медведица подходит ближе Белухи знают, что она их поджидает И стараются оставаться на глубине Но в конце концов им придется подняться на поверхность Ее острые, как бритва, когти Оставляют рану на спине кита Но она не может его схватить Возможно, ей удастся вытащить его на лед Если она сможет истощить его силы Прежде чем иссякнуть ей ее собственное Энергия для нее, как для нас, деньги Так же, как мы стараемся тратить деньги как можно разумнее Так и медведица старается расходовать энергию наиболее целесообразно Убив одного кита сейчас, она обеспечит себя и своих медвежат мясом на все лето Однако ей не хватает сил вытащить его из воды Эта охота истощила ее Она сожгла столько энергии Что ее хватит еще только на одну охоту И лучшей жертвой для обессиленной медведицы была бы взрослая нерпа Убить ее легче, чем кита весом в 1300 килограммов И в ней больше калорий, чем в маленьком детеныше нерпа Но медведице потребуется все ее мастерство хищника Чтобы проанализировать каждое движение, запах и звук Имея так мало возможностей поймать добычу Она не может позволить себе упустить хороший шанс Вдруг Сверхчувствительные уши медведицы улавливают шум Она пытается расшифровать эти отдаленные звуки Шуршание Сарапание И скрип Она идет на звук, постоянно корректируя свой маршрут на пути к цели Она способна различать звуки частотой на 10 дБ ниже, чем человек Это открывает ей мир звуков, о котором мы и не подозреваем И она способна установить источник звука с точностью до 1 градуса Точнее, чем любой созданный человеком прибор Ее уши определяют, что звук идет из-под снега С расстояния 15 метров от нее Это нерпа И она слышит, как та копает свою пещеру По этим еле слышным звукам Эхом, доносящимся сквозь лед Медведицы вычисляют точное местоположение своей добычи Крыша логова покрыта льдом более чем в метр толщиной Ее практически невозможно пробить Как же медведице удалось убить нерпу, когда та была в своей пещере из толстого льда и примятого снега С помощью одной лишь физической силы Она обрушилась на ледяную крышу пещеры с силой почти в тысячу килограммов И в этой охоте, когда исход решали считанные сантиметры Нерпа совершила критическую ошибку, которая стоила ей жизни Она заползла в тупик Сначала медведице не удалось достать нерпу Поэтому она высунула голову, дав нерпе еще один шанс на спасение Но вместо того, чтобы ползти к отдушине во льду Нерпа еще глубже забилась в свое логово Это дало медведице еще несколько секунд, чтобы вычислить, в какую сторону та поползла А когда нерпа дает белому медведю достаточно времени Обратного пути уже нет Она погрузила свои пятисантиметровые клыки по обе стороны головы нерпы И мгновенно проломила ей череп Медведица и ее медвежата поедают нерпу Они не могут позволить себе оставить даже грамма жира В борьбе с таким искусным соперником Они не могут знать, когда найдут следующую добычу В этих пустынных землях белый медведь и кольчатый нерпа ведут непрекращающуюся борьбу за выживание Их сильные и слабые стороны уравновешены Но правила игры быстро меняются Поскольку и сама планета меняет свой облик Климат в Арктике меняется быстрее, чем где-либо на планете Мы видим результаты этих перемен И они могут иметь разрушительные последствия для обитающих там животных Лед сходит раньше и появляется позже, чем это было до того Это значит, что у медведей остается меньше времени на охоту Сезон охоты на хитрую нерпу сокращается И теперь медведю придется стать еще более умелым охотником Окружающая среда быстро меняется И ставит перед ними все новые препятствия Поэтому белым медведям и нерпам придется вырабатывать новую тактику в борьбе за выживание Приспосабливаясь к постоянным изменениям в правилах этой смертельной игры Приспосабливаясь к постоянным изменениям в правилах этой смертельной игры